Здравствуйте! В эфире программа «Служба 112» и я ее ведущий Завурадель Гиреев. 29 ноября на 875-м километре федеральной автодороги Кавказ очередное дорожно-транспортное происшествие унесло жизни двоих человек. Троих пострадавших доставили в больницу города Избербаш. Сюжеты, показанные в нашей программе о произошедших ДТП на дорогах республики, случались по причине выезда одного из водителей на полосу встречного движения. И сегодняшний материал не обошелся без трагедии. Из-за того, что кто-то поторопился, погибли два человека. Троих доставили с телесными повреждениями в медицинский центр. 29 ноября 2017 года на 875-м километре федеральной автодороги Кавказ водитель, управляя автомашиной «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Лексус». В результате данного ДТП двое человек погибло, трое с различными телесными повреждениями, доставленных в ЦРБ села Кайакент. Камера наружного видеонаблюдения, установленная на одной из заправочных станций, зафиксировала момент столкновения. Водитель «Лады Веста» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Лексусом». Водитель недорожника, по-видимому, не смог избежать столкновения. Отечественный автомобиль от удара развернуло несколько раз. Водитель и пассажир иномарки были доставлены в центральную городскую больницу села Кайакент. В Кизлюрте мужчина, вооружившись ножом, набросился на полицейских. Нападение произошло 26 ноября. На кадрах видео наружного наблюдения отчетливо видно, как мужчина пытается достать из-под куртки какой-то предмет. Как выяснилось, он вытаскивает нож. Подробнее в материале Камиля Девятова. Нападение на полицейских произошло, когда они несли службу. На территории железнодорожного вокзала города Кизлюрт прохожий мужчина напал на сотрудников правопорядка. Приблизившись на расстояние вытянутой руки, прохожий нанес удар ножом в область шеи. Видеокамера зафиксировала момент нападения на полицейского. Второй полицейский успевает выхватить автомат и тем самым не дает преступнику нанести себе удар. При попытке к бегству нападавший получает пулю и падает. Реакция полицейских понятна. Ни тот, ни другой работник не ожидали внезапного нападения. Все произошедшее напоминает сюжет из зарубежного боевика. Террорист, оружие и стрельба из автомата. В результате нападения с телесными повреждениями госпитализированы сотрудник полиции и нападавших. Личность нападавшего установлена. Следственные мероприятия продолжаются. Следственные органы проводятся проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность нападавшего установили. Им оказался 29-летний житель Кизельюрта, Залим Умаев, чеченец по национальности, который вот уже 5 лет состоит на учете у силовиков. В поле зрения правоохранительных органов Умаев попал из-за оказания пособничества одному из участников террористической банк-группы Кизельюртовская. После нападения его доставили в городскую больницу. У сотрудника полиции глубокая проникающая резаная рана левой щечной области лица с повреждением лицевой артерии и нервов. Нападавший находится под охраной силовиков. Камиль Девятов специально для службы 112. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени сложности. 28 ноября на 855-м километре федеральной дороги Кавказ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Подробнее о случившемся расскажет мой коллега Камиль Девятов. Авария произошла в 10 часов утра. Водитель автомобиля Hyundai Grand Deo Газбула Исмаилов 1993 года рождения выехал на полосу встречного движения. Столкновение произошло с движущимся ему навстречу автомобилем марки ВАЗ-99 модели. Результат аварии виден на кадрах, предоставленных сотрудниками ДПС. ВАЗ-99 модели из-за удара оказался на обочине. Водитель и пассажиры получили травмы, в результате чего были доставлены в больницу. Водитель иномарки от полученных травм погиб на месте происшествия. Очередной ДТП на этот раз обошлось без жертв. На третьем километре автодороги Махачкала-Аэропорт столкнулись два автомобиля. Превышение скорости, несоблюдение ПДД, вождение машины в нетрезвом состоянии. Это все причины аварии. ДТП произошло на новой Каспийской трассе. Буквально недавно этот участок дороги, соединяющий два города Махачкала и Каспийск, был отремонтирован. Автомобилисты воспринимают это как подарок. Ведь сейчас на новом асфальтном покрытии превышать скорость стало намного легче. На кадрах видны последствия дорожно-транспортного происшествия, в котором приняли участие три автомобиля. Нарушителем правил дорожного движения стал владелец «Лады Гранты». Из-за несоблюдения дистанции водитель совершил столкновение с автомашиной «Ладо Калина». Вот что представляет из себя красный хэтчбэк после аварии. В ходе ДТП двое мужчин поступили с различными травмами в медицинский центр. На этом наш эфир подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, берегите своих близких и помните, жизнь у нас одна. Всего доброго. Ас-саламу алейкум.